Приветствую вас. На два, наверное, основных момента я хотел бы обратить ваше внимание. Первое, это то, что вы имеете, вероятно, вероятнее всего, вы имеете определенную выгоду от такой модели поведения, какую вы продвигаете в данный момент. То есть вы имеете какую-то выгоду от этого, вы что-то получаете от этой модели поведения. Я думаю, что это защита. Вот честно говоря, я думаю, что это защита. И защита это в первую очередь от, ну, от некого страха, от некой угрозы, от того, что вы сами спаете. Угрозы, да, от того, что вы сами считаете негативом, от того, что вы сами считаете для себя чем-то неприятным, от того, что вы сами для себя считаете чем-то страшным. Вот. И я думаю, что все дело в этом. Это первое. То есть есть некая выгода, которую вы получаете от того, что вы продвигаете именно такую модель поведения. С другой стороны, вы недовольны. То есть неудовлетворены. Неудовлетворены. Недовлетворенность может появляться из разных моментов. Например, страх ответственности. То есть если вы, например, не берете на себя ответственность на себя ответственность за твою жизнь, вот, если вы не берете на себя ответственность за то, например, чего вам хочется, за то, что вам хочется, вы не берете ответственность на себя, то в таком случае вы, конечно же, будете неудовлетворены. Неудовлетворены. Вот. И все это, в принципе, более чем адекватная позиция, более чем естественная. Я думаю, что вы не будете удовлетворены, если вот не будете брать ответственность на себя за какие-то действия. Да? А будете, например, ну, ждать, что за вас, к примеру, это реализует кто-то другой. Допустим. Это первое. Вторая причина недовлетворенности и может быть связана с тем, что вы не доверяете себе, не доверяете своим чувствам, не позволяете своим чувствам вас направлять. То есть, оспариваете свои ощущения, свои чувства, оспариваете, вот. Как-то... Подвергаете их сомнениям. Самого разного рода. Вот. Объяснимаете и так далее. Постоянно интеллектуализируете. Вот. Короче говоря, старайтесь поступать как надо. Не так как хочется. Так как надо. Ну, когда человек поступает. Так как надо он очень часто неудовлетворен. 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 К сожалению. Если человек покупает как надо, а не как я хочу. Вот. То... К сожалению. Очень часто это приводит только лишь к негативу. Ах... По отношению... По отношению к... Себе. Вот. По отношению к... По отношению к... К bee-призыватам. А... Ещё. Такой важный момент заключается в том, что вы можете испытывать страх. Вы можете испытывать страх перед какими-то событиями, перед какими-то моментами, ну, своей жизнью. И испытывая страх, вы можете агрессировать, защищаясь от него, от страха. Поэтому здесь, на мой взгляд, не всё так однозначно, как может показаться. На первый взгляд, не всё так однозначно совершенно. Есть разные нюансы, есть разные детали, есть разные причины, разные основания того, почему вы так вот себя чувствуете. Есть разные основания для того, чтобы вы себя так вот, именно так воспринимали. И, в общем-то, нужно, если вы хотите с этим добраться, да, нужно всё поисследовать. Потому что глобально вы находитесь всё равно, так или иначе, в отрыве от своих чувств. Вы находитесь глобально в отрыве от своих переживаний. Вы не прислушивайтесь к себе, вы не слышите себя, вы, ну, по сути, вы, как бы, не своей вот жизнью, как бы, живёте, да. Вы, как бы, постоянно находитесь вот в отрыве от своих переживаний, вот. Постоянно вы находитесь, как бы, в отрыве от своих чувств. Постоянно вы не аутентичны, вот. Может быть, конечно, может быть, такой, может быть, ещё момент, что вы обесцениваете. Ну, вот, например, например, обесцениваете то, что, ну, то, что чувствуете. Обесцениваете, допустим. Такой момент, ааа, тоже, в принципе, может быть. Ааа, вы можете обесценивать, ааа, то, что, ну, вот. Ааа, ну, то, что вам важно. И это, конечно, тоже может быть проблемой. Ааа, ну, ну, для вас это тоже может быть проблемой. Поэтому здесь, ааа, здесь, конечно, на мой взгляд, нужно поисследовать. На мой взгляд, это нужно, ну, это нужно поисследовать, чтобы как-то вот разобраться, ааа, в том, что с вами происходит. В том, что, ну, в какой психологической реальности вы живёте. Например, да, то есть это такой вот достаточно важный момент. Здесь я надеюсь, ну, я надеюсь, вы отдаёте себе в этом отсчёт. Поэтому, да, ааа, вам можно помочь, вне всякого сомнения, вам можно помочь. Вот. Вопрос заключается в том, ааа, как вы хотите, чтобы мы вам помогли. Да, то есть, ну, как вы видите нашу помощь вам, например. Потому что, если вы видите помощь в том, чтобы задать, ну, задавать общий вопрос, да, то это, ну, это, к сожалению, не совсем то же самое, да, и это, к сожалению, вам не поможет. Что-то не пойдёт вам на пользу, на пользу, вот. Напротив, эээ, на пользу, на пользу, ээ, может пойти, если вы, эээ, выберите себе специалиста и поработаете, эээ, вот, ну, именно, эээ, в приватном режиме, эээ, в индивидуальном режиме поработать. Эээ, вот, эээ, вот в таком случае это может пойти на пользу, ну, может пойти на пользу вам. Эээ, в остальном, эээ, я боюсь, что, нет, в остальном я боюсь, что на пользу вам это не пойдёт. Эээ, можно сколько угодно, просто, да, обсуждать и, эээ, так вот, в общем-то, эээ, ни к чему не прийти, эээ, вот. Вот, поэтому имейте, пожалуйста, это в виду, вот, имейте, пожалуйста, этот момент в виду, вот, и, эээ, просто подумайте, что для вас, ну, что для вас, важно подумайте, что для вас цены и, исходя в этом уже, лишиться. Вот, потому что, опять же, ваш, эээ, вопрос, там, сам по себе, ну, довольно общий. Вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok